Друзья, всем привет! С вами Давид Кучешвили. Сегодня предлагаю поговорить о поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливьеры, который состоится 22 октября в Абу-Даби. И в этом бою букмекеры считают фаворитом Ислама Махачева. И, наверное, неспроста, наверное, так и должно быть, с учетом того, что Ислам Махачев – это в первую очередь протеже Хабиба. И, наверное, сложно букмекерам оценивать шансы какого-либо другого бойца выше, чем протеже Хабиба. Но и, опять же, есть еще несколько подводных камней, которые мы обязаны учитывать при рассмотрении данного боя. Дело в том, что, во-первых, поединок пройдет на территории, где практически все будут поддерживать Ислама Махачева. И, конечно, эта поддержка будет не в пользу Чарльза Оливьеры. Можно, конечно, противопоставить, что бразилец Оливьера будет биться один на один с Махачевым. И вот эта вся поддержка, она не будет никак влиять. Но, на самом деле, психологически, конечно же, она в любом случае подламывает, когда весь зал абсолютно работает против тебя, когда все поддерживают твоего оппонента. И поэтому, конечно, Оливьера неспроста фаворит. Еще не будем забывать то, что Хабиб, как правило, приезжал, вернее, когда сам бился гораздо раньше своих оппонентов в место, где приходилось сражаться. Особенно, когда дело касалось Абу-Даби. Мы знаем, что UFC оплачивает перелет и оплачивает гостиницу всем бойцам только за неделю до боя. То есть, по сути, когда начинается сам поединок, боец только входит в стадию акклиматизации. И в этом плане Чарльз Оливьера не будет исключением. Он будет приезжать, скорее всего, за неделю. То есть, приедет где-то на выходных или в понедельник, а в субботу ему предстоит биться. А как раз таки с 7 по 10 день наступает период акклиматизации, когда твой организм перестраивается. И в этот момент, в этот самый момент перестройки, бразильцу предстоит сразиться с Исламом Махачевым. Хабиб недавно в интервью заявил, что они собираются приехать в Абу-Даби уже 16 сентября. То есть, больше чем за месяц он будет уже находиться в Абу-Даби, в месте, где предстоит сразиться Исламу Махачеву. И Ислам, соответственно, будет тоже там. И это тоже играет на руку россиянину. Соответственно, у нас уже есть два фактора, которые играют не в пользу Чарльза Оливьера, не в пользу чемпиона. Это первое, опять же повторюсь, фактор Хабиба, который также идет с ним под пункт. Это болельщики. И это судейское решение. Мы понимаем, что никакой атлетической комиссии в Абу-Даби нет. И вся судейская коллегия, она будет слегка, слегка ангажирована. И она в случае равного поединка или вообще, в принципе, если бой пройдет по сценарию, что Ислам переводит Чарльза Оливьеру, и Оливьера пытается что-то сделать на конвасе с позиции партера, но, соответственно, ничего не сможет он там сделать, отдадут, конечно же, Исламу Махачеву. И все близкие раунды будут отходить ему. Поэтому у него действительно больше шансов де юре на успех. Де-факто может произойти, безусловно, всякое, но очень многие из команды Хабиба, в том числе и сам Хабиб, в том числе и сам Ислам Махачев, отмечали, что Чарльз Оливьера действительно боец, который хорош в партере, и у него сильная сторона это партер, но при этом он ментально слаб. Однако никто из них не отмечал, насколько он спрогрессировал в стойке. И если мы вспомним поединок с Майклом Чендлером, если мы вспомним поединок с Дастином Парье, с Джастином Гэйджи, в первую очередь он этих бойцов, трех последних, именно в стойке разобрал. Он попал по Дастину Парье, и тот потерялся, даже уже было это видно во втором раунде. Он разбил Джастина Гэджи сначала ударом с правой, а потом только вышел на удушающий прием уже в партере. С Майклом Чендлером он вообще его нокаутировал. С Тони Фергюсоном он разбивал его в стойке, он переводил его в партер, он контролировал его на земле и был близок к досрочной победе, если бы Тони Фергюсон сам не дотянул до сигнала сирены. Поэтому, конечно, я бы отметил, что в первую очередь Чарльз Оливьера действительно великолепно спрогрессировал в муай-тай. У него очень мощный жесткий удар с правой руки. И мы помним, что Ислам Махачев-то пропускал, пропускал этот удар от Адриана Мартинса и оказался тогда в нокауте. Поэтому шанс у Оливьеры будет больше в стойке, а не в партере. В партере, безусловно, Оливьера может выйти на прием, но, к сожалению, не в поединке с Махачевым. Опять же, если Чарльз Оливьера окажется на спине, то выполнить какой-либо прием против Махачева, который будет в позиции Маунта, практически невозможно. Вообще, в принципе, если боец разбирается в джиу-джитсу, если он знает навыки защиты в джиу-джитсу, и он находится сверху, то, как правило, какой бы титулованный джитсер ни был снизу, он ничего не сможет ему сделать. Опять же, мы можем вспомнить поединки Дави Рамоса, да, титулованный джитсер. Что он мог сделать против Царукяна, против Ислама Махачева на канвасе? Ничего абсолютно. Плюс не будем забывать, что джитсер в ги и джитсер без ги – это абсолютно разные, можно сказать, виды единоборств, разные виды борьбы. Поэтому я думаю, что если Исламу Махачеву, как он говорил в интервью, опять же, удастся перевести Чарльза Оливьеру на канвас сразу же, а он будет охотиться именно за этим, то Чарльза у Оливьера выиграть раунды абсолютно не будет на спине. Ему нужно остаться в стойке или ему нужно самому переводить Ислама Махачева? С точки зрения переводов, да, действительно, Чарльз очень сильно спрогрессировал. Он переводил Чендлера на канвас, он переводил Тони Фергюсона, о котором мы говорили, он переводил Джастина Гейджа, но Джастина Гейджа он сначала попал, потом пошел в партер, но Дастина Парье он переводил. У него есть проходы в ноги, но не будем забывать про акклиматизацию. Эта акклиматизация скажется на Чарльза Оливьере плохо, если он будет работать именно с точки зрения работы борца, да, то есть пытаться переводить и, соответственно, контролировать соперника на земле и выходить на приемы. Ему нужно провести поединок в стойке. Я не знаю, понимает ли его команда, понимает ли это Диего Лима, что шансы Чарльза Оливьеры именно в стойке на досрочную победу, что надо пробивать Ислама Махачева и другого пути у Чарльза нет. Я не верю, что он сможет победить сабмишином, я не верю, что он сможет провести тейкдаун, если спрашивать меня. Я верю больше, что Ислам Махачев может провести тейкдаун, потому что Чарльз оказывался на земле, и там Чарльз с позиции на спине ничего не сможет выполнить. И так, скорее всего, Ислам Махачев продержит его на протяжении трех раундов. Вряд ли Ислам Махачев сможет засабмитить Чарльза Оливьеру. Это не исключено, такие шансы тоже есть, но мне кажется, что поединок, скорее всего, дойдет до судейского решения. Ислам Махачев сможет продержать на земле все пять раундов Чарльза. Либо он его в конце сломит окончательно и в четвертом-пятом уже удосрочит, если, опять же, Чарльза Оливьера сломается, как это было когда-то, хотя ментально он сейчас очень силен. Либо же одержит победу по очкам. И я больше склоняюсь ко второму. Мне кажется, что Чарльза Оливьера проиграет этот поединок, потребует потом реванш. Конечно, этот реванш ему никто в скором времени не даст. Единственный шанс у Чарльза Оливьеры – это нокаут, и, скорее всего, в первом и втором раунде. Да, он может это сделать и в третьем, но чем дальше этот будет поединок заходить, тем сложнее будет Оливьере, и тем легче будет Ислам Махачеву, который сейчас находится в селении Сильди, то есть в Высокогорье, который уже упорно тренируется. Мы знаем, что он не приехал на пресс-конференцию в Лондоне, а Чарльза Оливьера там был, потому что это все сделано, на самом деле, неспроста. Да, Ислам Махачев уже готовится к этому бою, он уже в активной фазе. До боя, на самом деле, осталось не так много времени, а вот Чарльза Оливьера только входит в тренировочный цикл, и он будет этот цикл проводить, как всегда, в Бразилии, а потом отправится в Абудаби, где его будет встречать, по сути, враждебная публика. Поэтому, если спросить меня, справедливы ли коэффициенты на этот поединок в пользу Ислама Махачева, я считаю, что абсолютно справедливы. Есть ли шанс у Оливьера? Да, есть, но только на досрочную победу. Поэтому, если вы ставите, я рекомендую ставить именно на досрочную победу Чарльза Оливьера. Он, в принципе, идет не фаворитом, то есть там порядка 2,5 или 3, в зависимости от того, где вы ставите. Но, я думаю, что этот коэффициент можно увеличить, если вы все-таки из тех, кто рискнет, если вы из тех, кто верит в победу бразильца, то надо ставить на досрочную победу. По очкам практически, я бы сказал, 99%, что одержит победу Ислам Махачев. Опять же, с поправкой на Хабиба, с поправкой на Абудаби и на акклиматизацию. То есть, вот эти три фактора, они будут влиять в Абудаби на судейское решение. Таким образом, если спросить меня, я считаю, что, скорее всего, победу одержит Ислам Махачев по очкам. Но буду очень рад ошибиться, потому что я являюсь давним фанатом Чарльза Оливьера с момента, когда он бился с Кевином Ли. Тот поединок я смотрел, и я, честно говоря, тогда ставил на американца. Я вообще считал, что Кевин Ли – это один из тех бойцов, который сможет что-то противопоставить Хабибу за счет своей борцовской базы. И вот в тот момент, когда Чарльза Оливьера засобмитил Кевина Ли, когда он и в стойке смотрелся с ним великолепно, я стал одним из его фанатов. Мне очень нравится его стиль, мне нравится, как он ментально подходит к своим поединкам, как он изменился из достаточно посредственного и среднего бойца в чемпиона UFC. Он абсолютно точно заслужил этот титул, чего нельзя сказать об исламе. То есть, если говорить о его титульной гонке, то практически ее-то и не было. Из топ-5, кого он побил? Только Дэна Хукера, которого побьет, наверное, сейчас и боец, не входящий в топ-15 рейтинга легкого веса UFC. Поэтому, конечно, если спросить меня, заслуженный ли Ислам Махачев бьется за титул, я считаю, что нет. Мне бы нужна была победа над Бенилом Дариушем, тогда бы я бы сказал да. А так, из его побед я бы отметил только Дэна Хукера, Дави Рамоса и Армана Цуркяна, который вышел тогда на коротком уведомлении. Но при этом я понимаю, что шансов у Ислама Махачева в Абу-Даби гораздо больше, чем у Чарльза Оливери. Если бы этот поединок прошел в Нью-Йорке или в Бразилии, как того хотел Чарльз, то шансы, конечно, были бы больше на стороне бразильца. А с учетом локации, с учетом того, где пройдет этот бой, с учетом того, кто будет судить и акклиматизированных моментов, о которых я уже говорил, я думаю, что победу больше шансов, во всяком случае, на победу у Ислама. Вот такой мой короткий прогноз. Надеюсь, вам понравилось то, что вы слышали. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. И увидимся совсем скоро. Пока. Пока.